В зале славы администрации главы республики, почетные гости со всех регионов СКФО. Деятели культуры, здравоохранения, представители министерств и ведомств, все те, кто внес значительный вклад в развитие субъекта. Заместитель полномочного представителя президента России в СКФО Владимир Надыкта зачитал поздравления от Владимира Путина. Этот момент стал символом признания достижений и усилий всех, кто трудится на благо малой родины. Дорогие друзья, мне поручена очень торжественная, волнительная миссия зачитать поздравительный адрес президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по поводу столетия государственности республики Ингушетия. Дорогие друзья, поздравляю вас со знаменательной датой, столетием образования Ингушской автономной области. Создание автономии стало важной вехой в истории национально-государственного строительства в нашей стране, способствовало социально-экономическому развитию региона, сохранению языка, самобытности культурного и духовного наследия живущих здесь народов. Вы по праву можете гордиться именами и достижениями многих поколений своих земляков, писавших яркие страницы вратную и трудовую летопись Отечества, их серьезным вкладом в развитие науки, искусства, просвещения. Сегодня республика Ингушетия обладает значительным аграрным, производственным, туристическим потенциалом. В регионе создаются условия для привлечения крупных инвестиций, реализуются масштабные проекты в социальной сфере, совершенствуется транспортная инфраструктура. Уверен, что вы и впредь будете достойны решать стоящие перед регионом задачи на благо своей республики и всей России. Желаю вам успехов и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Дорогие друзья, по поручению полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Кличичайки, я от себя лично, я горячо и сердечно поздравляю народ Ингушетии с этим знаменательным событием. И желаю всем крепкого здоровья, сил, уверенности в завтрашнем дне и побед на всех фронтах. С праздником! Поздравление президента Российской Федерации присоединились и главы соседних субъектов. Приветственный адрес от руководителей Дагестана, Кабардино-Балкарии, Карачаева-Черкесской, Чеченской республик, Северной Осетии и Ставропольского края зачитали представители парламентов и кабминов регионов. Уважаемый Махмуд Али Макшарипович, дорогие друзья, от имени жителей Кабардино-Балкарской республики я от себя лично, сердечно поздравляю ингушский народ со знаменательным событием – 100-летием образования республики Ингушетия. Обретение государственности в составе России стало важнейшей вехой вашей истории, сыграло определяющую роль в судьбе ингушского народа, открыв широкие перспективы для его развития, сохранения самобытных традиций, богатого культурного и духовного наследия всех живущих в республике народов. Открыло людям самые широкие возможности для получения образования для реализации своего потенциала. Уважаемый Махмуд Али Макшарипович, уважаемые друзья, прежде всего, позвольте поздравить всех вас, весь многонациональный народ Ингушетии со столетиям образования республики Ингушетия. История вашей республики имеет много схожего и общего с процессами, происходящих в других субъектах России. Нынешняя Ингушетия – один из самых динамично развивающих регионов нашей страны. Вы добились хороших результатов. Все это стало возможным благодаря добросовестному труду многих поколений, посвятившим знания и опыт развития родного края. Махмуд Али Калиматов поблагодарил гостей за теплые слова и пожелания в адрес Ингушетии. Глава региона поздравил жителей республики со знаменательной датой – столетия ингушетской государственности. У истоков ее строительства стоял достойный представитель нашего народа, выдающийся политический деятель Идрис Бейсултанович Зязиков и его соратники. Нынешнее поколение безмерной благодарностью помнит и хранит их историческое наследие. Удачи и победы нам всегда приносили самоотверженный труд наших людей и их вера в огромный потенциал народного единства. За короткий исторический век пройден сложный путь обретения достойного места в составе Великой России. Сегодня благодаря масштабной и постоянной помощи федерального центра в Ингушетии развивается экономика, растет уровень жизни людей. Для нас очень дороги слова Владимира Владимировича Путина, сказавшего, что создание автономии стало важным шагом в истории нашей страны, способствовало социально-экономическому развитию региона, сохранению языка, самобытности, культурного и духовного наследия народов, живущих здесь. Наша государственность, наша республика – это великое богатство, народный капитал. Она открывает для жителей региона тысячи новых путей развития ее социального, экономического и политического ресурса. Герои специальной военной операции из Ингушетии в настоящее время приумножают патриотическое наследие своих предков, которые многократно и безупречно исполняли воинский долг в битвах за Российское и за наше общее Отечество. У нас прекрасная, умная, красивая молодежь. Ингушетия молодая, современная, планомерно растущая республика. За очень короткий исторический срок на территории республики появились сотни социально-экономических объектов, получили успешное развитие целой отрасли и виды деятельности. За один минувший век мы многократно стали богаче, выдающимися учеными, писателями, героями труда, спортсменами, докторами наук и доблестами воинами. Их имена известны в стране и в мире. Сердечная благодарность всем, кто словом и делом на рабочем месте и высоком посту внес и вносит свой вклад в создание, сохранение и укрепление ингушской государственности. Нас всех объединяет любовь к родному краю и Отечеству, готовность и желание служить в родной стране, своим землякам, соответственникам, гордо нести имя гражданина Российской Федерации. Хотел бы от души поздравить всех с вековым юбилеем государственность любимой Ингушетии, пожелать мира, добра, процветания нашей республики и всей великой многоциональной России. Этот день ознаменуется торжественными мероприятиями, историческими событиями. Здесь прошла церемония гашения почтовой марки в честь столетия государственности региона. Оттиски художественного штемпеля на почтовые марки поставили Махмуд Аликалиматов, Владимир Надыкта и Александр Плотников. Такие уникальные марки, без сомнения, обретут большое значение для коллекционеров нашей страны и всего мира. Став частью открыток и писем, они расскажут множество людей о нашей любимой Ингушетии, откроют для них самобытный и бесконечно интересный уголок земного шара. Во время СССР многие из нас лишь мечтали увидеть на конвертах яркие сведения о Ингушетии. Сегодня это стало замечательной реальностью. Тот дух товарищества, братства, безмерного, наверное, дружелюбия, чем славится Северный Кавказ, наши братские республики и Старопольский край, именно сегодня, скрепляя подписями эти блоки марок. Мы еще раз продемонстрировали наше единство и нашу дружбу. Спасибо всем большое. Это не первые почтовые марки, посвященные нашему региону. Отмечать знаменательные даты в выпуске памятных почтовых марок является доброй многолетней традицией, позволяющей узнать о важных событиях, происходящих в жизни многонационального российского государства. Хочу воспользоваться случаем, поздравить республику с таким знаменательным юбилеем, вековым юбилеем, пожелать республике, безусловно, благополучия, процветания, мира над головой. Компания и организация «Почта России» будет всячески содействовать, оказывать все важные социальные услуги в республике. Сейчас это подразделение является одним из лидеров нашего макрегионального центра. Отдельная благодарность за поддержку республики Ингушетия. В свою очередь хочу пожелать еще раз благополучия, счастья и мирного неба. Церемония огошения почтовой марки плавно переходит ко второй части торжественного мероприятия – награждения представителей различных сфер деятельности. Ингушетии за их значительный вклад в развитие республики. Махмуд Али Калиматов вручает награды, выражая благодарность и признание за труд, преданность делу и активное участие в жизни региона. В этот важный для всех жителей Ингушетии день он подчеркнул значимость труда каждого из них. Всего из рук главы региона госнаграды получили порядка 60 человек. Главному врачу перинатального центра Ингушетии Мадине Хутиевой присвоили звание заслуженного врача Ингушетии. Главному врачу перинатального центра Ингушетии высокое доверие, которое было нам оказано ранее, мы его оправдали. В свою очередь мы рады стараться в дальнейшем и не останавливаться на достигнутом, улучшить свои показатели. А завершилось торжественное мероприятие исполнением гимнов России и Ингушетии.